Морфологические признаки глагола Прежде всего поговорим о постоянных морфологических признаках глагола. Вид. Глаголы бывают совершенного вида и несовершенного. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?», например, «взять». Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?», например, «брать». Обратите внимание, в вопросе есть подсказка. Если в вопросе есть буква «с», что сделать, то это глагол совершенного вида. Другой постоянный признак глагола – это возвратность. Это наличие у глагола суффикса или посффикса «ся» или «си». Если такой есть, значит, глагол возвратный. Если этой морфемы нет, то глагол невозвратный. Следующий постоянный морфологический признак – это спряжение. Глаголы бывают первого спряжения или второго. Глагол «бороться» относится к первому спряжению, так как в инфинитиве оканчивается на «оть». Глагол «клеить» относится ко второму спряжению, так как в инфинитиве оканчивается на «ить». Кроме того, есть разноспрягаемые глаголы «бежать хотеть». Следующий постоянный морфологический признак глагола – это переходность. Это способность глагола сочетаться с существительным ввинительном падеже без предлога. Это значит, что от глагола мы можем задать вопрос «кого что?». Читать «кого что?» – книгу. Глагол «читать» – переходный. Если такой способности нет, глагол не может сочетаться с существительным ввинительном падеже без предлога. То есть от глагола нельзя задать вопрос «кого что?», то это глагол непереходный. Например, глагол «висеть». «Висеть на чем?» – мы можем только спросить. Можем задать вопрос предложенного падежа и добавить существительное в форме предложенного падежа на стене. Такой глагол является непереходным. Непостоянные признаки глагола. Во-первых, это наклонение. Глагол может находиться в одном из трех наклонений – в изъявительном, в условном и в повелительном. В изъявительном наклонении глагол обозначает действие, которое протекает во времени. Пел – прошедшее, пою – настоящее, буду петь – будущее. В условном наклонении глагол обозначает действие, которое мыслится как желаемое и возможное при каких-либо условиях. Глагол у нас образуется от формы прошедшего времени с добавлением частицы «бы». Посмотрите, «пел бы», «пела бы», «пело бы», «пели бы». Глагол в условном наклонении изменяется по родам и числам. Глагол в повелительном наклонении обозначает просьбу, приказ, побуждение к действию. Глаголы в повелительном наклонении изменяются по числам. «Пой» – единственное число, «пойте» – это множественное число. Следующий непостоянный признак глагола – это время. Время мы можем определить только для глаголов изъявительного наклонения. Время бывает прошедшее, настоящее, будущее по отношению к моменту речи. Следующие непостоянные признаки глагола – это лицо и число. Лицо и число мы можем определить только у глаголов настоящего и будущего времени. Изменение глагола по лицам и числам называется спряжением. Также к непостоянным признакам глагола относятся род и число. Эти непостоянные признаки мы можем выделить только у глаголов прошедшего времени. Посмотрите, «пел» – глагол прошедшего времени в форме мужского рода – единственного числа, «пела», женский род – единственное число, «пело», средний род – единственное число, и в форме множественного числа «пели». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok